На выходных был задержан Z-блогер Егор Гузенко с позывным 13-й. Он известен среди Z-зетников тем, что с удовольствием крыл российские власти за организацию военных действий и быта. Ну, правда, частенько посты потом удалялись. Видимо, его переубеждали. 13-й был задержан 5 октября во время празднования Дня города Новопавловка. Это очень символическое видео. Вокруг праздник и песни. И тут же заламывают человека. Все это будет проходить у нас здесь, на площади. Позже к 18-й перемещаемся в наш замечательный парк. Здесь, в Днем города, вас поздравят кавер-группа Качили, город Пятигорск и кавер-группа «Шестое чувство». Официальных данных, почему Гузенко задержан, нет. Есть версия о драке с полицейскими, о найденных наркотиках и о хулиганстве. При этом он находился в международном розыске с 22-го года. Ребята, всем привет. Меня задержали. Я в Кировском ОВД города Новопавловска. Можете сюда все приходить. Здравия желаю. Задержали меня сотрудники. Причем, когда задерживали, еще и лупили. Задержал некто Сушко. Он, я не знаю, сейчас в МВД или в какой конторе работает. И еще с ним был другой сержант. Можете, ребята, все приходить. Вот, Егор находится в ОВД города Новопавловска. Я впервые приехал домой. И вот так меня встретил родной город. О взаимоотношениях зет-блогеров и российской власти поговорим с журналистом Ильей Шепелиным. Илья, привет. Здравствуй, Херьга. Расскажи, что ты, как ты думаешь, как так могло вообще получиться, что человек, находящийся в международном розыске, спокойно вел публичную деятельность и расхаживал по российским городам. Неужели настолько он был своим? А вот тебя нужно спросить, а по российским ли городам он расхаживал? Потому что в 22-м году он скрылся на территории проведения, так сказать, специальной военной операции, которую российские власти признали территорией России, но иногда про это забывают, когда говорят, что Курская область – это настоящая территория, а Донецкая, ну и тут они сами уже поправляются, не знают, как быть. Ну и, в общем, понятное дело, что это место, где позволено мало того, что война, так и еще больше, на самом деле. Потому что сейчас его коллеги, ну или бывшие коллеги уже, не знаю, ругаются из-за того, каким образом вообще так произошло, что он был на этих территориях. Ну и вот делал свое предположение, что, значит, делая сборы на гуманитарку или на военные какие-то нужды российской армии, он большую часть денег тратил на то, чтобы вот на этих самых новых территориях, которые особенно бандитские, да, он делился деньгами с какими-то силовиками, которые, соответственно, его покрывали и не давали его задержать. Ну и, соответственно, остальные деньги он тратил на алкоголь и наркотики, под которыми он писал посты. Не знаю, так это или нет, но, по крайней мере, вот если противники, они тоже задблогеры, кстати говоря, да, они пытаются его обличить, они, конечно, приписывают, что эти адские посты, а он довольно такой садистический человек был, да, вот во всех смыслах, и это ему тоже сейчас припоминают, потому что там обширная даже галерея удаленных постов, в которую можно по Тиджестату посмотреть, эти кружочки, он действительно, наверное, в каком-то странном состоянии записывал, но вот в этом его главная была роль, да, то есть он топил за войну, но при этом ругал методы, каким образом она ведется, ругал Путина, значит, поддерживал Пригожина, когда Пригожин шел маршем на Москву, обещал, кстати говоря, даже поехать помогать каким-то образом, не знаю, соляркой или еще чем, но, короче говоря, до туда не добрался и был вот одним из немногих крупных телеграм-каналов, кто после поражения Пригожина, его еще вспоминал добрым словом, значит, говорил, что, ой, куда-то не туда мы пошли, но, тем не менее, продолжал функционировать, и вот, видимо, ответ такой, да, он продолжал функционировать, потому что действительно находился в тех местах, где вообще там с трудом действует какой-либо закон даже, такой, какой существует в Российской Федерации, там вот он вообще иногда не присутствует в целом, и при этом он выбрал не очень, не очень безопасную форму жизнедеятельности, которая помогала ему обзаводиться подписчиками, но при этом и заработало ему гигантское количество врагов вот в этой среде, там, гадюшника патриотического, в котором он находится, потому что вот его наверняка и на Соловьев Лайф, будут песочечки, песочечки сегодня, хочу посмотреть их эфиры, но вот теперь там идет борьба между теми, кто блогеры поменьше и не сидит на прямом контракте у государства или каких-то структур, и они вступаются до этого блогера 13-го, и, соответственно, между теми, кто побольше и кто его люто ненавидит, потому что он их в том числе ругал, они делают свои расследования, говорят, что, значит, этот человек, ну, с 2014 года каким-то образом то ли воевал на Донбассе, то ли каким-то образом туда катался, он называет себя ветераном, вот, но, соответственно, противники сейчас пытаются доказать, что это просто проходимец, у которого 13-й это никнейм появившийся, потому что он в группе каких-то гуманитарщиков был 13-м, вот, но какие-то люди, которые вот помнят Дебальцево в 14-м или 15-м году, они поправляют, что сначала его называли турист, потому что, ну, просто приехал посмотреть, но при этом сделал столько фотографий оттуда, сколько там за месяцы не набиралось у бойцов, которые там находились в течение долгого времени, но вот по фотографиям выглядело, как будто этот человек взял Дебальцево, но тоже надо сказать, да, то есть злорадство, оно не только с той стороны проявляется, но вот люди начали считать его посты, как он, например, призывал избивать митингующих в Москве, ну, соответственно, кто выступал против войны, значит, выступал против Владимира Путина, и вот у него было такое, обращаясь ко всем сотрудникам органов правопорядка, друзья, сейчас заменю слово, бейте сильно, потому что там был мат, всех этих митингующих большими дубинками, взрывайте светошумовые гранаты и бейте их сапогом по лицам, там тоже было другое слово, а потом сажайте их в тюрьмы на места заключенных, что ушли на фронт, действуйте жестко, вас верим, вы наш внутренний фронт, вот это он написал, а вчера коллеги 13-го, они опубликовали посты, что 13-го якобы пытают ВВД теперь самого, то есть, возможно, бьют его, как он говорит, по лицу, используют самые большие дубинки, ну, и вот, соответственно, люди, которые вместо 13-го ведут его телеграм-канал, пока он задержан, они пишут, что, значит, уважаемые сотрудники ВВД Новопавловск, перестаньте пытать Егора мучить его, поверьте, он себя не для вас готовил, он наш гражданин, служит Родине, болью его не возьмете, а на вас грех останется. Прямо сейчас призывая к разуму, ну, и там еще добавляют, что он не азовец какой-то, ну, то есть, как бы, азовца пытает нормально митингующего бить, нормально, ну, в общем, так сказать, человек садистических наклонностей, он оказался в среде, которую он хотел, чтобы она сама сложилась каким-то образом вокруг него, ну, вот он сам в нее попал, то есть, можно по этому поводу, конечно, испытывать злорадство, только с забавлением того, что эта среда, там, одинаковая для всех, для, там, митингующих, которые против Путина, ну, и вот, соответственно, и для этого человека лучше бы ни ее, ни таких поклонников, которые, значит, ее подстрекают делать все эти ужасы, лучше бы их, конечно, не было, вот, ну, в целом такая история. В общем, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, и эти два поста, которых ты зачитал, это, конечно, иллюстрация 100 из 100 этого предложения. Да, они там продолжают еще писать, они продолжают писать, надо сказать, то есть, они очень беспокоятся, ну, то есть, вот, короче, в этих людях неожиданно проснулись правозащитники, а чего же не раньше-то, вот, любопытно, да. Ну, просто кто-то люди, а кто-то недостоин, видимо, нормального отношения. И вот ты рассказал про несколько таких лагерей Z-блогеров, а какие в целом, можно ли говорить о каком-то общем взаимодействии и отношении власти с этими самыми Z-блогерами? Понятное дело, что они неоднородные, но, тем не менее, каким образом власть чаще всего на них реагирует? Они очень неоднородные, но самые крупные, они просто сидят уже на каком-то контракте с властью, то есть, это может быть, либо какой-то фонд при администрации президента, ну, то есть, вот, издание «Ридовка», оно напрямую теперь, со следующего года в бюджете прямо прописано, что вот это, там, гнилое, довольно злобное издание, оно будет напрямую из бюджета получать деньги. Раньше они получали деньги из «Оно диалог», это, соответственно, один из фондов, которые вот рассовывают деньги по блогерам, чтобы те произносили вещи, которые нужны, ну и, соответственно, не говорили тех вещей, которые нельзя говорить про руководителя государства, чтобы критику себе не позволяли. Ну и, соответственно, что касается крупнейших каналов, сотнями тысяч подписчиков или с миллионами, они, как правило, вот в начале войны, они себе позволяли больше, например, когда Украина возвращала себе земли в Харьковскую область, да, там, вот, осенью 22-го года был такой провал российской армии, и, ну, практически все военные блогеры, они очень громко, очень жестко перетековали российское руководство, но были сделаны выводы, то есть, все, кто еще не понял, они поняли, ну и, соответственно, это путь кнутая пряника, да, потому что в то же время шла речь о том, что там на десяток блогеров, возможно, будут заведены уголовные дела, и назывались самые крупные, но в результате они стали покладистыми, и с кем-то сотрудничают, соответственно, какие-то фонды администрации президента, с кем-то Министерство обороны, потому что Министерство обороны есть свой бюджетный пиар, ну и вот, соответственно, можно прикормить и приручить этих людей для того, чтобы, ну вот, когда позволительно, или это касается своего какого-то оппонента, им можно было поругать его, а так, чтобы они хвалили начальство, и, соответственно, никаким образом не вылезали отсюда. И, например, блогера поменьше, они сами занимаются, так сказать, сборами донатов, но они обманывают сейчас аудиторию, потому что они говорят, что донаты собирают не на себя, хотя, с другой стороны, еще людям жалко бы пожертвовать на эти редакции, замечательные, вот, на небольшие коллективы поклонников русского оружия. Нет, они обещают, что деньги будут собирать на какие-то нужды армии или, там, жителей каких-нибудь районов, ну и вот, соответственно, никакие отчеты, как правило, не выкладывают, но вот у блогера 13-го были вот эти кружочки, где он довольно пьяный, ну или в каком-то замененном сознании ругает руководство. То есть человек делает обороты, делает себе просмотры, набирает аудиторию на том, что людям как раз, в том числе те, которые болеют за войну, продавливая диваны, им это важно слышать, да, и это вызывает у них эмоции, потому что война, которую обещали, что она будет трехдневной, она уже идет, там, к трём годам приближается это время, и, соответственно, нужны какие-то ответы. Большие блогеры и телевидение таких ответов не дают. Ну и, соответственно, вот эти ответы иногда в матершинной форме, вот люди говорят вроде блогера 13-го, ну и вот, соответственно, они живут таким образом, их не прикормили по какой-то причине, ну вот, возможно, и не надо будет. То есть так же, как и со Стрелковым, например, который, по сути говоря, тоже за блогером был, да, можно просто посадить человека в тюрьму, и, соответственно, проблем не будет. А, соответственно, кто побольше, да, кто поменьше, они напугаются этому и сами будут себя контролировать. Ну, кто побольше, они и так, соответственно, находятся в сетке, они выполняют какие-то задания, и в этом смысле с ними всё хорошо. Ну, там, не надо думать, что все, там, тоже за блогеры, которым очень 13-го, они за это получают деньги. Тут это, правда, выглядит как по методичке, потому что очень похожие у них тезисы. Тезисы, но вообще, так как они друг друга не очень любят часто, очень много ругали друг друга, и вот поэтому от чистого сердца кто-то может топтать этого чувака, которого, значит, большая дубинка, которую он так славил, когда митингующих каких-то брали. Вот, соответственно, эта большая дубинка добралась до него, и коллеги, с которыми были непростые отношения, они просто от всей души радуются теперь. И, в целом, резюмируя всё тобой вышесказанное, как думаешь, ждёт ли нас всё-таки ужесточение какого-то надзора за, в целом, сферой зэдблогинга, да, и за зэдблогерами, с которыми с большим удовольствием критикуют действия властей, или они — это просто такой способ спустить пар в обществе, и поэтому их стараются не трогать, чтобы те самые лежащие на диванах вояки могли просто пожаловаться под кружочками зэдблогеров. А вот чёрт его знает, просто я-то не уверен, что у нас такое, как бы, мудрое руководство, которое умеет балансировать. Мне кажется, там есть кнопка «вкл» и кнопка «выкл». И в целом, ну, то есть, по крайней мере, сама эта среда, она ожидает, что там будут какие-то зачистки, потому что, ну, вот сейчас самая громкая вещь, которая так происходила, это с обнулением, да, это сейчас не про конституцию Владимира Путина, так говорят, это говорят про убийство бойцов в армии России, которые чем-то не устраивают начальство. Ну, вот, соответственно, их можно либо на мясной штурм отправить, чтобы они сами каким-то образом там погибли от украинских пуль, либо в этом бою, возможно, им стреляют в спину. Вот. И, соответственно, таким образом, там, не знаю, люди, которые жаловались, что их там шантажируют, что у них забирают деньги. Ну, и вот был случай, вот, как раз с людьми, кто возмущался, Эрнест Гудвин такие, вот там все сообщество как раз из-за этого особенно мощное бомбило, ну, то есть, вот их как раз убил руководитель, ну, как считает это самое, что это, ну, и они там видео тоже записывали, и это тоже такое предвестие того, чего ждет вообще вся среда, что просто позабирают телефоны у всех людей на фронте, для того, чтобы вся информация, которая поступала в медиа, поступала в телеграм-каналы, она шла только от пресс-службы Министерства обороны. Ну, и вот, соответственно, я думаю, что в целом все более-менее туда идет, то есть, я не уверен, что Министерство обороны, оно сможет это сбалансировано так, чтобы пару выпускать, в смысле, само продумав, а не потому, что у него не получилось сейчас это задавить. Я думаю, конечно, будут давить, и те, кто не устроится, они либо замолчат, либо сядут в тюрьму. Спасибо большое за ответы. Нашим проводником в мир Z-блогеров был журналист Илья Шепелин. Спасибо большое, Илья.